друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал на витюбе оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки на рынке сейчас обсуждают три важные фундаментальные события это вакцина от astra зеники британской шведской компании мы в принципе ждали что astra зеника вслед за файзером и модерны предложат свою вакцину это и произошло ее правда эффективности меньше чем у конкурентов может быть по этой причине astra зеника пока что в плане капитализации как компания и роста курса котировок не показала те движения которые ранее мы видели по модерне и файзеру но как говорится еще не вечер еще одна вакцина есть друзья рынок как только увидел эту новость вчера отреагировал ростом курса доллара давлением было оказано на рисковые инструменты но эта тенденция на рынке долго не продержался потому что как и в ситуации с модерной и файзером участники рынка уперлись в несколько вопросов относительно того как же все таки будет осуществляться вакцинация и удастся ли этим компаниям выработать создать в потребных необходимых объемах лекарства для того чтобы помочь человечеству справиться с пандемией в ближайшие сроки ответы на эти вопросы друзья после опять же череды брифингов которые я ранее записывал у вас должны быть ответ простой то что прежде чем вакцина неважно какой компании станет достоянием общественности и люди получат не то что пройдет очень много времени но мы работаем с тем что есть моменте а в моменте у нас постоянные разговоры подтверждающиеся конкретными действиями относительно локдаунов не буду сейчас пробегаться по всему земному шару вы если интересуетесь каким-то отдельным регионам наверняка знаете лучше меня какие страны какие штаты какие территориальные субъекты сейчас находится под частичным локдауном эта тенденция будет продолжена вторая новость заключается в том что на трампа позволил наконец-таки начать процесс передачи дел и президентских полномочий байдена все к этому ушло потому что те важные штаты которые по идее могли бы все-таки трампу одержать победу после пересчета голосов а после этого пересчета оказалось то что и большинство на стороне байдена поэтому возможно голосование коллегии выборщиков в середине декабря это уже формальности но как бы то ни было друзья мы с вами допускали и всерьез уже настраивались ранее на то что овальный кабинет займет именно джо байден это хорошо для нас для продавцов долларов потому что байден сторонник необходимости более проактивных действий в борьбе с ковидом и кстати а следующая новость которую обсуждали на рынке она как раз вытекает из будущего президентства байдена потому что разумеется придя в овальный кабинет он будет делать свои кадровые перестановки и формировать свою команду так вот министерство финансов штатах возглавит всем известны нам тем более джанет елен которая ранее была председателем федеральной резервной системы джанет елен это сторонник сверх агрессивного монетарного а стимулирования и если опять же минфин будет под ее началом я думаю то что команда байден джанет елен это друзья то что позволит рассчитывать на неизбежное поступление на финансовые рынки колоссальной ликвидности я не могу себе даже представить хотя кулуарных коллегами обсуждаю сколько денег может быть согласована выделена речь идет о триллионах а долларов сейчас даже баланс фрс составляет уже 724 триллиона я думаю друзья в двадцать первом году мы с вами прогуляемся по этому показателю до 15 триллионов что это значит это значит то что мы должны сейчас осознавать риски того что может произойти с американской валютой поэтому я рекомендую не мудрить не выдумывать просто ставить на то что доллар будет слабеть тем более что это предсказуемый однозначный тэн тренд который в принципе себя очень неплохо а показывает сейчас 92 40 это то что мы видим по на котировкам доллара помимо ожиданий сверх агрессивного стимулирования того что к власти придет байден и соответственно начнет вводить более жесткие локдауны будет поддерживать идею большего на фонда госпомощи от конгресса помимо слабой статистики которые мы разбирали на прошлой неделе все друзья указывает на то что американская валюта будет слабеть золото 1824 у меня есть идея о том что золото не растет сейчас видимо пока что не получила конкретного подтверждения того что будут делать конгресс и фрс а вот по монетарному фискальному и налоговому стимулированию как только эти новости на рынке появятся как только решения будут приняты то соответственно параллельно с этим новостным фоном на площадке вернется риск инфляции но это неизбежно друзья если бы у меня была возможность сказать вам самый оптимальный уровень и точку входа по золоту я бы обязательно это сделал но золото нужно рассматривать с позиции только лишь бычьей тенденции и я хочется верить то что друзья вы найдете оптимальный уровень входа и не станете искать причины из-за которых золото нужно было бы продавать на долгосрок потому что их в принципе не найти новозеландец против доллара 0.6966 хай был на отметке 0.6988 наша ближайшая цель 0.70 до нее совсем уж рукой подать причем друзья учитывая как сейчас реанимировался спрос норийского инструмента я думаю то что мы вправе пересмотреть свои целевые ожидания по новозеландцу и уже рассчитывать на движение выше отметки 0.7150 по австралийцу то же самое 0.7314 ближайшая цель была 0.7350 ждем 0.75 и доллар канадец 1.3042 дожимаем до поддержки 1.30 а сейчас способствует этом ралли еще и рост цен на нефть и но там я думаю уже точно скоро на зреет коррекция поэтому в паре доллар канадец долго сидеть не будем bitcoin 18 тысяч триста шестьдесят пять долларов очень многие у меня спрашивают относительно того что будет с биткоинами стоит ли его покупать а сейчас покупка биткоина сопряжена с очень большим риском потому что а судя по индикатору рыночных настроений от блумберг сейчас на рынке позиционируется и царит самая настоящая жадность все уверены в том что биткоин будет расти и только потому что я очень очень много времени в анализе уделяю психологии я делаю на мой взгляд вполне оправданный логичный правильный вывод что если большинство верит в какую-то конкретную тенденцию рынка в этот момент показывает разворота тренда и уходит на коррекцию это что касается прям совсем логичного отношения к тому что должно произойти выше 20 20 тысяч долларов мы скорее всего по биткоину протестируем вероятность того что сразу же уйдем выше крайне низко будет коррекция друзья эта коррекция может затянуться на долгий промежуток времени но также хочу отметить что на долгосрок все-таки биткоин может нацелиться на более высокие ценовые значения потому что ажиотаж есть шумиха бешеная приток институционалов родничных трейдеров фото же обеспечивает весь рынок криптовалюты топливом сейчас ситуация уже не как в семнадцатом году в семнадцатом году не было регуляторной законодательной базы сейчас регуляция контроль со стороны налоговых служб комиссии по ценным бумагам которые сформировали целый скажем набор вот этих правил обращения а цифровых валют регламентируют контролируют и следят за этими финансовыми активами появилась возможность работать с биткоин контрактами на бирже семье это доступ для институционалов совсем недавно paypal дала возможность работать с криптой непосредственно в этой компании на кошельках этой компании покупать продавать конвертировать все что угодно сейчас другие условия для крипты ей дают зеленый свет и она имеет место быть рост скорее всего друзья продаются только в долгосроке рынок криптовалют в ближайшее время столкнется с коррекцией потому что она необходима по всем канонам трендового движения вот после этой коррекции мы снова взглянем на его на его перспективы биткоины и в целом всего рынка и наверное будут какие-то рекомендации евро против доллара 1.1850 ждем выше отметки 1.1950 на уровне 1.20 Морган Стэнли предложили сделку покупки до евро-доллара до отметки 1.25 фунт против доллара 1.3332 друзья вчера вышел отчет по активности в сфере услуг который разочаровал 45.8 с 51.4 то есть спад стагнация и еще одна причина рассчитывать на более слабые показатели экономического роста и мишель бронье который является человеком возглавляющим делегацию переговорщиков а т.с. признал что по-прежнему если англия очень далеки от торговой сделки это еще одна причина все-таки смотреть искосе на британскую валюту и понимать то что в случае коррекции падение может быть значительным на этом собственно все хорошего вам торговой сессии и до завтра всем пока